Друзья, всем привет! И я вновь спешу к вам с докладом о ситуации на рынке по продаже новых автомобилей. С актуальной информацией я стараюсь в каждом сюжете добавлять что-то новенькое. Здесь у меня пометочки по каждой из тем, о которой я сегодня хочу поговорить. Тайм-код уже ждет вас в описании. С правой стороны от меня будет периодически вылетать какая-то инфографика по теме. Важно выделить полчасика вашего времени, послушать то, что я вам хочу сегодня рассказать. И таким образом вы уже будете владеть информацией о том, что в реале происходит на авторынке Российской Федерации. Всем приятного просмотра! Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Ну а по традиции начнем мы с конца. В конце апреля я рассказывал о том, что продажи у официальных дилеров упали примерно на 90-95% по всей Российской Федерации. Но почитывая новости, как и вы, наткнулся на такую новость, что официально говорят, продажи упали на 78%. И в топы по продажам вошел наш АвтоВАЗ. Друзья, значит смотрите, общался с одними журналистами, задаю вопрос, как вы вообще это делаете? Говорят, ну мы там смотрим статистики Росстата, плюс мы смотрим сколько машин было куплено, поставлено на учет, откуда, как они берут эту информацию. Я не знаю, но сам факт того, что вот я общаюсь каждый день с официалами и понимаю, что у многих условно в месяц было продано раньше 100 автомобилей, теперь 8, 9, 10. И это уже считается на сегодняшний день круто, потому что у некоторых реально за апрель ноль автомобилей было выдано. На сегодняшний день, 14 мая, 10 мая общался с одним из дилеров в Москве, Рено, у них продано ноль машин. Первые 10 дней вообще ни одной не выдали. На основании этого я смею предполагать, подчеркиваю, не утверждаю, но по картине, которую вижу я, реально рынок просел на 90-95%. Есть некоторые бренды, есть некоторые дилеры, у которых эта просадка ниже, но если мы говорим про общую картину, 78% звучит как-то оптимистично. Здесь стоит добавить, что ребята отметили, что не учитываются автомобили, которые были куплены, но на учет не поставлены. А как вы знаете, огромное количество инвесторов скупали автомобили в марте и апреле в том числе, и на учет они их не ставят, потому что хотят в дальнейшем их перепродать. Поэтому здесь мы подводим первую черту. Жопа в апреле была полнейшая, и стоит рассчитывать, что это 90-95%. Собственно, она же повторяется и в мае, но об этом поговорим чуть позже. Переходим к следующей теме. Значит, на момент записи этого ролика 14 мая, буквально вчера я специально общался с некоторыми дилерами на предмет того, ну как у вас дела, а дела все хуже и хуже, потому что постепенно заводы все сдуваются. Так, например, прилетела информация от Ниссана, что все, завод встал, в этом году автомобили производить не будет, соответственно, распродадут сейчас то, что осталось, и в дальнейшем будут куковать. Ведь некоторые дилеры, такие как BMW по Москве, уже начали подавать заявочки на дилерство китайских брендов. То бишь, раньше ты ехал, был BMW, а теперь будет кто-то из китайцев, потому что китайцы, некоторые бренды, я вам чуть позже о них расскажу, активно, 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 еще раз активно захватывают наш рынок. Сам факт того, что какого-то просветления, знаете, ну типа, апрель был просто кисленький месяц, вот начинается май, пошла движуха, такого не происходит. Продажи идут, то бишь, по чуть-чуть постепенно выдают, но если посмотреть на график, все это летит также в тартарары. Заводы стоят на месте, и если вы работаете на заводе какого-то бренда, и у вас постепенно идут производства автомобилей, обязательно напишите об этом в комментарии, потому что я вот так вот сходу могу сказать, что активно работает сейчас только Хавал на территории Российской Федерации. Все же остальные работали еле-еле, и многие заводы просто встали, ничего не производят. И вот здесь возникает такой интересный вопрос, что же будет происходить дальше, потому что в пандемию два года нам рассказывали про дефицит машин. Как только произошли все ситуации в России, да и в мире в целом, откуда-то начали появляться машины 21-го года в огромном количестве, когда в 21-м году говорили, что машин нету. И сейчас, поначалу, да, в марте, многим показалось то, что ага, нас разводили. Многие сидят и ждут, что вот постепенно, постепенно, в силу того, что продаж нету, дилеры это увидят, производители это увидят, доллар тем временем постепенно падает, и произойдет чудо, что начнут выходить новые автомобили с конвейера по наиболее привлекательным ценам. Ждете вы этого? Все правильно. Но сейчас начинается следующая история. Комментарии во время монтажа, дело хорошее. Значит, с точки зрения логики, абсолютно нормальное явление, что появлялись автомобили 21-го года. Ну, сами вдумайтесь, стояла собранная машина, не хватало полупроводника, подвезли, и вот, пожалуйста, машина готова, их отгружают. Но если поставить вопрос, вот из серии, давай вот без лишнего, просто, что по сути происходит, и что будет дальше? Жопа полная происходит, и если все будет продолжаться ровно так, как продолжается сейчас, будет еще больше. Ну, смотрите, вот, подчеркиваю, делаю прям акцент, если кто-то работает на заводе, напишите, у вас хоть что-то производится, потому что картина складывается такая, что реально машин по-хорошему не должно больше быть, в частности, иномарок. Ниссаны не производят, BMW не привозят, Audi не привозят, и вот по этому списку идет так, что распродадут, что есть, и тишина. Многие менеджеры, с кем я общаюсь, кто на хорошем счету, всегда были шикарные продажи, хорошие зарплаты, хрон сделали денежный для себя. Прошла неделя, прошел месяц, полторы, две, спрашиваешь, как дела, а дела-то уже вообще плохо, вообще плохо. Потому что никто не понимает, куда идти работать дальше, ну, в любом случае, не будет машин, пинка под жопу, до свидания, все позакрывается. Чем будешь заниматься? Кто-то уже уходит, кто риэлтором работает, кто еще куда. То есть, сферы деятельности меняются, опять же, везде наступает та самая попа, та самая попа. Поэтому я продолжаю следить и стараюсь делиться с вами актуальной информацией. В целом, картина становится все печальнее и печальнее. Значит, специально для этого сюжета я сделал опрос в нашем телеграм-канале, который уже ждет вас по ссылочке в описании. Там я публикую подборочки по новым автомобилям, по наиболее привлекательным ценам. Бывают вообще не привлекательные цены. Я специально показываю для того, чтобы вы понимали, кто как торгует. Пару раз выкладывал на коммерческой основе инвесторов, которые купили машину и хотят их перепродать. Люди смотрят, реагируют. Значит, был опрос. Ваше отношение к текущей ситуации на авторынке в участии приняло на данный момент 12 755 человек. Огорчен, хотел покупать новый автомобиль в 2022 году, уже не готов. Ну и в общем, смотрите, все я вам вывел. Отсюда я хочу ответить на такой вопрос. Самый стандартный, самый частый, который волнует многих из вас. Что сейчас происходит с ценой? И вот здесь вы моделируете для себя любой автомобиль, ровно тот, который вы себе хотите купить. Mazda 6, Kia K5, Toyota Camry, BMW, Mercedes. Как и от чего меняется цена? Значит, здесь на самом деле очень такая размытая тема. Но я вам постараюсь донести два понятия. Это старая цена и новая цена. Тук-тук, это снова я. Значит, с одной стороны информация, это может быть отчасти банально. Но тем, кто не разбирается, полезно будет послушать. Дилеры это называют старая закупочная цена, новая закупочная цена. Такое встречается сплошь и рядом у всех тех, кто работает в торговле. Но давайте я вам это просто-напросто разжую. Вот простыми словами на живом примере. Я искал человеку Skoda Karoq в определенной комплектации. 2022 год по пакетам, по комплектации, по цвету. Два абсолютно одинаковых автомобиля. Один в Москве предлагают за наличный расчет 2,450. Другой дилер точно такую же машину за 3,2 млн рублей. Как вам такое? Значит, объясняем, в чем разница. Есть ряд автомобилей, которые были закуплены еще до всех происшествий. У которых действительно старая закупка. И на основании этого дилер на нее может дать наиболее привлекательную цену, чем на те автомобили, которые куплены были в последнее время. Но здесь очень много нюансов. Привожу вам второй пример. Покупали автомобиль Jilly Tugelo в максимальной комплектации. Ранее этот автомобиль стоил 3 млн рублей в топовой версии. Сейчас же мы нашли его по цене 3,5 млн рублей, если брать за наличный расчет. И это шикарная цена, потому что все остальные предлагают такой автомобиль значительно дороже. Кто-то за 3,800, кто-то предлагал за 4,4,100. Но даже тот автомобиль, который мы нашли за 3,5 млн рублей, казалось бы, очень выгодным. На самом деле купил человек его с наценкой 500 тысяч рублей. Потому что машина, внимание, была куплена по старым ценам. Она стояла, был выкуплен ПТС. И когда-то дилер, продав ее за 3 млн рублей, мог получить непосредственно маржу с кузова. А сейчас он получает и маржу с кузова, и еще дополнительно для себя выгоду. И, собственно, это многих из них держит на плаву. В силу того, что за аренду платить надо, зарплаты платить надо, доход поднимать нужно. Продал машину с бешеной наценкой. Ты вроде бы дал самое крутое предложение по рынку. Это действительно была очень хорошая цена. Но при этом ты продал машину на полляма дороже, чем она реально стоит. Но это, естественно, продолжаться долго не может. Потому что автомобили постепенно люди раскупают. И это важный акцент. Что если вдруг вы сейчас хотите купить машину, вам важно найти ее именно по старой закупочной цене. И если вы договоритесь с дилером на более-менее привлекательную для вас цену, вы купите ее относительно рынка выгодно. Живой пример из сегодняшнего. Ищем человеку KESOL 2 литра, комплектация Style. За наличку предлагают 2 млн 500 тысяч рублей. Старая закупочная цена. У всех, у кого машина пришла по новым уже ценам, кто ее купил, 2 850, 3 млн и выше. Кто на что гораст. Значит, ранее существовало такое понятие, как розничная цена. И периодически люди на нее ссылаются. Мол, вот же на официальном сайте указана одна цена, дилер пишет другую цену. Друзья, еще в 21 году в одном из подобных сюжетов был разговор, что скоро понятия розничная цена не будет вообще. Вот эти цифры, которые пишут некоторые производители на своих сайтах, другие же их уже вообще не пишут. И будет понимание, что вот стоит машина в определенной комплектации, ты приходишь и вот насколько ты договоришься по цене, вот столько она и стоит. То бишь такого, как раньше, что ага, ты посмотрел, там 2 200 стоит машина, ты пришел, тебе ее за 2 200 предложили. Такого уже давным-давно нету. Все то, что вы видите в шоурумах у официалов, вы уже прекрасно знаете, что это машины с какими-то космическими и сказочными ценами. Когда сетка стоит 100 тысяч рублей, ковры стоят 50 тысяч рублей. Ну и таким образом ценник получается 3 миллиона, хотя машина должна стоить 2 миллиона рублей. Еще раз так сделаешь, поставлю дизлайк. Значит, добавлю сюда еще следующее. Если раньше была какая-то стабильность еще по ценообразованию, про нее до 2020 года, потом вот эта пандемия, все перевернулось ног на голову. Но в любом случае было хоть какое-то понимание, плюс-минус. Сейчас все дилеры сами смотрят друг на друга. И зачастую можно встретить такую картину. Я ищу много автомобилей, звоню, общаюсь с людьми. Они говорят, например, вот машину, которую ты запрашиваешь, вот просто вам для простоты, счета и для понимания. Миллион девятьсот. Я говорю, это дорого. Такую же машину другие предлагают за миллион семьсот. Странно. Уходит к руководству, возвращается и говорит, а мы тогда тоже за миллион семьсот продадим. Вот понимаете? Потому что кто-то продает так же. Нет даже понимания, как сейчас вообще торговать, по каким ценам выстраиваться. Тем более, многие даже пытаются... Очень много деталей здесь, очень много деталей. Надо денег заработать. Для них первая задача – это заработать денег. И два года они собирали бешеные выхлопы в конце каждого месяца. А сейчас – лапу. Поэтому, подводя итог, если вдруг у вас горит, скоплены деньги непосредственно на автомобиле, вы хотите его купить для себя и хотите найти наиболее выгодное предложение, ищите машину по старой закупочной цене. Если вам удастся найти такой автомобиль, то вот там вы кое-как, еще какую-никакую выгоду относительно текущей ситуации на рынке для себя найти сможете. В сложившейся экономической ситуации рынок маркетинга претерпевает изменения. Многие рекламные каналы отключены. Предприниматели находятся в панике и не знают, как и что используют для того, чтобы увеличить продажи сейчас. А у целевой аудитории и вовсе меняются ценности. Сейчас практически каждый бизнес, любое дело не может развиваться без интернет-маркетинга. Но специалистов, которые могли бы адаптироваться по современной реалии, сейчас крайне мало. А те, кто действительно умеют, спрос на них стал крайне высок. Да и зарплата в интернет-маркетинге сейчас довольно-таки неплохо выросла, уже как минимум до 120 тысяч рублей. И вот прямо сейчас я хочу вам рассказать про курс интернет-маркетинга от онлайн-школы Skill Factory. Во время прохождения курса вы точно научитесь понимать, как развивать бизнес, продавать услугу или продукт через инструменты интернет-маркетинга. Как определять целевую аудиторию и понимать, с какими каналами нужно работать для того, чтобы были продажи. Сейчас все мы с вами видим, как многое в мире меняется. Но вот ребята обновили курс, и вы получите только актуальную информацию и практику. Они сделали курс специально с акцентом на маркетинг 2022 года. Так еще рядом с вами всегда будет персональный ментор, который проведет вас от начала и до конца обучения. А в процессе обучения карьерный центр поможет вам подобрать уже вакантное место на новой работе. И курс будет полезен не только тем, кто хочет сменить профессию и уйти в интернет-маркетинг, но и предпринимателям, которые сами хотят более эффективно развивать свой бизнес. Полезная информация никогда вам не повредит. Так вот, по ссылочке в описании вас ждут все подробности. Так еще вас там же ждет промокод МАШКОВ на скидочку в 45%. Всем удачи и желания получать новые знания. На основании выше озвученной информации мы с вами плавненько идем дальше. Возникает аргумент, что закрытие салонов для многих просто-напросто неизбежно, если официалы, а в частности руководство, не решит вопрос с поставками автомобилей. Так, например, как я вам сказал, что BMW машины больше получать не будут, да и многие другие бренды, даже смысла нет их перечислять, машины получать не будут. Что будут продавать? Одни начинают подавать дилерство на китайцев, потому что китайцы хавал. Что сказали? Мы вложили огромное количество денег в завод, который находится под Тулой. Нагнали туда огромное количество людей работать. Оптимизировали завод так, что мы можем полностью все делать внутри России. Все, машины выходят с конвейера. У них забились площадки. Они начали снижать розничную цену. Они начали в оперативном порядке разрабатывать льготные кредиты. У них потихоньку, потихоньку, реально продажи потихоньку, относительно всего рынка растут. Но опять же, ты к ним приходишь, на любой вкус, на любой цвет машины есть, что-то производят, подвозят. У других такой возможности нет. Соответственно, что делать? Здесь возникают сразу различные варианты. Кто-то начинает рассказывать про параллельный импорт. Кто-то говорит, вот есть новости о том, что хотят снизить нагрузку, чтобы люди могли покупать машину, возить, пошлину снизить. При этом частные лица начинают суетиться, привозят автомобили с Арабских Эмиратов. Вот стоит машина, приезжай, покупай. Новая, уже все документы готовы, бери. На днях написал мне человек с предложением вообще организовать сделку на предмет привезу Toyota Land Cruiser 300 из Бишкека, это Киргизия. За свои услуги он озвучил 10 тысяч долларов. Ух ты, это опять я. 10 тысяч долларов и что вы получите? Это сейчас не рекламная интеграция, мы сейчас наоборот с вами проведем даже расследование. Значит, захожу я на официальный сайт Toyota Bishkek Киргизии. И что мы видим? Toyota Land Cruiser 300, это сейчас для простоты счета, для понимания, 9 миллионов 924 тысячи сомов местная валюта. Я делаю конвертацию и мы получаем ценник 7 миллионов 958 тысяч рублей. Ну, конечно же, как обычно, на официальном сайте мы видим топовую версию. Написано, вот, я так подозреваю, что это за самую базовую версию. В любом случае, в России продается, как правило, топовая версия 70-й универсари. Она стоит по цене 15, 17, 20 миллионов рублей. Кто как продаст. Специально посмотрел еще модельный ряд, думал найти Camry. Camry не встретил. Но есть Corolla. Corolla начинается по цене 2 миллиона 322 тысячи сомов. Самая базовая версия. На наши деньги это 1 миллион 875 тысяч рублей. Значит, до Киргизии от Москвы 3600 км. Давайте округлим в большую сторону. 4000 километров. Сам такое расстояние вряд ли захочешь машину гнать. Но ничего не мешает оплатить доставочку. Купить и пусть я привезу домой. По этим первым цифрам это будет гораздо выгоднее. Но, но. Я предлагаю сделать проще. Есть официальный номер. Позвонить дилеру и спросить, сколько реально будет, как происходит покупка для граждан Российской Федерации. И послушаем, что они нам ответят. Расследование уже началось. Тойота центр Бишкека. Здравствуйте, я вас слушаю. Чего могу вам помочь? Здрасте, будь добро. Исоединитесь, пожалуйста, с менеджером отдела продаж. Интересует Land Cruiser 300. Очень приятно, Дмитрий, побудьте на линии. Соединяю вас. Спасибо. Круто, да, когда телефон есть? Звонок. И мы сейчас будем общаться за 3600 километров. Тойота центр Бишкека. Я хотел продаж на Амбит. Я хотел послушать вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот интересует такой вопрос. Я вам звоню из Москвы. Мне друг рассказал, что у вас можно приехать и купить Тойота Land Cruiser 300. Вот первый вопрос. Они вообще у вас в наличии есть машины? Ну, именно на текущий момент все продали. Вот сегодня буквально последнюю машину продали. Вот у вас, например, на официальном сайте написано, что начинаются машины на трехсотки от 9 миллионов 924 тысячи сомов. Это за какую версию? Какая комплектация? 9 миллионов 924, да, вы сказали? Да, ну, вот на официальном сайте у вас. Это комплектация, это средняя, люкс. Это в пределах 119 тысяч долларов, 120. Это комплектация люкс, семиместный, ну, из всей линейки она средняя, на 20-х дисках, с полуоптикой. 120 тысяч долларов? Подогрев, вентиляция. Да. Вопрос. Если я гражданин Российской Федерации, я вас могу эту машину купить? Нет, мы гражданам Российской Федерации продать не можем. Мы гражданам Кыргызской республики только можем продать. То бишь, это я должен прийти к вам в салон с гражданином Кыргызи, он покупает эту машину по этой цене, и потом я уже как физлицо у физлица могу купить. Только так, правильно получается? Ну, грубо говоря, да. Ну, вообще, в целом, вы должны покупать, по идее, у своего диннера, который находится в вашей стране. По делистскому соглашению продавать гражданам, ну, даже не гражданам, а вот с целью увоза машины в другую страну, не совсем это будет правильно. В идеале мы продаем на наш рынок, у нас машин не так уж много, и мы стараемся оснастить свой рынок. Поэтому, я говорю, грубо говоря, да, есть такие. Ну, в принципе, сочетания такая есть. Продается от гражданин Кыргызстана, а потом уже уезжает. Но, как бы, и руководство наше не очень положительно относится к таким. Не, ну, понятно, а вопрос такой. Вот он, например, купил, да, ваш гражданин, он ее обязан поставить будет на учет, или я могу купить у него машину, не ставя ее на учет? Учет обязательно надо будет ставить. Он должен будет поставить. То есть, без учета он мне продать не сможет, что ли? Просто новую машину? Нет. Да. А когда я ее покупаю с номерами, ну, вот, кыргызскими, я когда буду выезжать, мне нужно какие-то деньги, там, за растаможку платить в силу того, что, допустим, уезжаю в свою страну и буду здесь машину эксплуатировать и ставить на российские номера? Автомобиль будет растаможен, и так как мы в таможенном союзе находимся, то какую-то таможенную пошлину вам оплачивать не нужно будет. Но есть расходы, которые вы все равно понесете, там, в виде НДС, и сборы там некоторые будут тоже на таможне. А в целом, сама пошлина, не нужно будет ее оплачивать. Но вы так не владеете информацией, вы не можете в цифрах сориентировать? Вот 120 тысяч долларов условно... Нет, я вам не смогу подсказать. Это вам к таможенным органам надо в своей стране будет обращаться. Я вас помню. Но вы машину продаете под тем ценом, как вы озвучиваете, или там еще нужно какие-то допоборудования покупать, какие-то наценки есть, или как у вас? Допоборудование тоже продаем. На Лэнфузере 300 допоборудование в пределах 5 тысяч долларов будет. Но это оно уже будет стоять, или я могу купить без допоборудования? Это вы купите. Это не будет стоять, это купите, ну, грубо говоря, в обязательном порядке. Но, во всяком случае, вы сможете купить то, что вам реально необходимо. Я вас понял. Все, хорошо, спасибо большое. Я понял, спасибо. До свидания. Ну, и, собственно, надо сделать грубый подсчет. Ну, во-первых, комплектация уже там не соответствует. Ну, так и бывает для разных стран все по-разному. 120 тысяч долларов он озвучивает. Плюс 5 тысяч долларов. Это мы покупаем с вами допы. Нам нужен человек, который нам будет помогать с организацией. Вот еще сюда плюсуем 10 тысяч долларов. Далее, какие-то там расходы дополнительные. Не забывайте о том, что прилететь в Бишкек, улететь обратно, доставка. Ну, давайте так. Прилететь, улететь, доставка. Я плюсую хотя бы 5 тысяч долларов еще. Все-таки 4 тысячи км машина должна приехать сюда, обратно. Какие-то дополнительные расходы. НДС. Ну, еще я там, не знаю, плюс, а ну, десятку. Это, подчеркиваю, грязным, я считаю. А у нас выходит 150 тысяч долларов. Если мы будем отталкиваться от того, что курс 65, как нам рисуют, и мы можем по такой цене купить, к примеру, 9 миллионов 750 тысяч рублей. Если брать там, ну, пусть это 85 рублей, то 12 миллионов 750 тысяч рублей. Вот такие цифры уже нарисовываются. А хотя начиналось так красиво. Начиналось так красиво. Поэтому, ребята, я про что говорю, что каждая покупка, это все индивидуально. Это нужно вникать. Вот эти красивые цифры услышали где-то. Ой, там вот прям выгодно. Надо считать. Нужно понять, через какой этап ты должен пройти, как это все будет происходить. А теперь представив, что ты прилетел, а вдруг попался человек непорядочный. Кинули тебя. Ты купил машину, тебе пинка под жопу дали. Сказали, что, кто, куда, иди отсюда. Иди отсюда. Никому ты ничего не должен. Поэтому, если кто-то где-то за границей покупал, есть полный чек с расчетами, пишите, можно будет снять интересный сюжет. И также я задаю вопрос официалам. Мол, что ваше руководство-то сидит? Не предпринимают никакие меры на предмет того, что если где-то там выгоднее, отправьте вы свой автовоз. Закажите доставку, съездите. Пусть от вас представитель, не знаю, директор приедет, купит автомобили, поставит их, привезет в Россию. Вот они стоят при салоне, можно продавать. В любом случае, вам нужны автомобили. Что-то вам продавать нужно. Тем более, если там выгоднее. А здесь это можно продать с наценкой. Обычная коммерческая ситуация. Купить подешевле, продать подороже. На деле пожимают плечами. На что надеются, я не знаю. Потому что нужно двигаться, предпринимать решения, суетиться. Но они предпочитают пока посидеть, подождать. Как только будет информация, куда же они начнут все-таки двигаться, в сторону закрытия, в сторону открытия уже других брендов, я вам буду докладывать. Переходим к теме инвесторов. Вот это прям очень такая горячая для меня и интересная тема. Потому что каждый день сейчас мне поступают звонки на предмет того, что здравствуйте, у меня есть абсолютно новый автомобиль от официального дилера. На учет не ставил, пробега там никакого нет. С салона довез, до открытой парковки. Продам гораздо выгоднее, чем цена у официального дилера. Те самые инвесторы. Значит, вот здесь я хочу так тоненько высказаться. В марте многим людям посрывало башню на предмет того, что началась непонятная ситуация. Такого в наше время никогда не было. И люди не понимали, что будет с долларом. Он начал расти. Начали появляться отовсюду различные новости. Появляться различные эксперты, которые рассказывали. Все, через две недели дефолт. Все, рубль будет стоить 200-300 за доллар. В общем, надавали таких советов, что многие испугались, что их деньги, пух, их больше не существует. И начали вкладывать. Некоторые умышленно предприняли решение, что ага, спекуляция, есть возможность потрясающая заработать. Сегодня куплю автомобиль подешевле. И дальше продам его с наценкой миллион, полтора, два. И это реально такие цифры. Сейчас уже люди приземлились и пытаются продать его хотя бы с наценкой 200-300-500 тысяч рублей. То бишь тех, кто купил машину и хочет заработать хотя бы полтинничек, я таких не встречал. А мне пишут, поверьте, огромное количество человек. Смысл заключается в следующем, что пока вот эта вот хаотичность была, люди нахапали машины, а сейчас они их выкладывают, и их никто не покупает. И им в голову почему-то не приходит о том, что надо снизить цену значительно ниже и сделать минимальную какую-то наценку. Соответственно, многие хотят свои денежки вырвать, а этого сделать не получается. И удивляются, что же машину-то не берут, когда у меня такая хорошая цена. Вот так вот бывает. Я думаю, что это даст свой выхлоп на перспективу, когда в любом случае цена у них снизится, когда машин действительно не будет, то это может быть через полгодика. Потому что самый главный вопрос, если возникает, когда станет полная жопа, ну, по идее, там, осенью, сентябрь, октябрь, ноябрь, ближе к декабрю, к концу года, когда действительно машин у дилеров не останется вообще. Вот тогда будет уже интересно смотреть, что будет происходить. Потому что сам дилер, либо всё закрылось, его больше не существует, либо начнёт всё-таки откуда-то машину затаскивать. И вот здесь как раз проснутся те самые инвесторы, которые скажут, о, ни у кого машины нет, а у меня есть. Но вопрос, опять же, ребята, не забывайте, что даже в такое время ваш, допустим, там, любой автомобиль с наценкой 3, 5, там, 10 миллионов никто покупать не будет. Готовы будут забрать, но наиболее адекватная цена. Частники тоже не дураки, покупать будут с большим торгом, поэтому будем следить. Опять же, это мои предположения, это мои наблюдения. Что будет завтра, говорить невозможно. Так, например, вот подчеркну, да, сюда. Очень часто люди спрашивают, дай совет, что будет дальше. Невозможно, не берусь, не готов, несмотря на то, что постоянно этим вопросом занимаюсь автомобилями. Вот простой вам пример. Хавал, производитель, который официально там дал ответ и своим менеджерам, дилерам, да, говорит, что мы закрываться не будем, мы будем работать, так что все классно, вперед, вперед, вперед. Может быть такое, что вот завтра вы просыпаетесь, и в новостях написано, что Хавал принял решение приостановить работу на территории Российской Федерации. Да запросто такое может быть. Соответственно, вот эти все ответы официальные, вилами по воде. Некоторые бренды тоже говорили, что мы временно приостановили работу, вон, Макдональд взять, все, до свидания. Официально, говорит, мы уходим с России, больше нас здесь никогда не будет. Поэтому, что будет дальше? Лучше, как говорится, проснуться утром и смотреть по существу. Все те, кто раздавали советы людям, что покупайте доллары, покупайте то, покупайте это, что-то сейчас не горят нести ответственность за те советы, которые они вам раздали. Поэтому, вот на основании этого делайте выводы. Следующий пункт, у кого идут снижения. Те, кто пристально следят за подборками в Телеграм-канале, бывает, замечают, что, ага, месяц назад определенные машины стоили там на 500 тысяч дороже, сейчас ниже. И они с радостью за это просто, ну что, наконец-то все идет в свое русло, цены падают. На самом деле, ребята, не забывайте о том, что вот пункт, про который я вам сказал, когда была машина куплена, до повышения или после повышения, и что дилеры также прикручивают к розничной цене свои наценки. И это делают, в принципе, все. Но когда дилер понимает, что продать нехрена, а нужно что-то продавать, естественно, начинают эти наценки в первую очередь срезать. Фишка заключается в том, что здесь самое ключевое, важное, что машины не производят. И постепенно, вот их становится и должно становиться все меньше и меньше. Но мы про это с вами уже слышали. Посмотрим, что будет происходить дальше. Так, например, Киа официально сказала, что все, сейчас с конца мая, начала июня начнут подвозить новые спортажи. Но якобы их произвели там ограниченную партию, там буквально будут по 5-10 автомобилей раздавать на дилерский центр. Отсюда может показаться, блин, ну 5-10 автомобилей, новый спортаж, да надо брать. А хрен его знает, что на самом деле будет. Сейчас ты начнешь покупать, думаю, что вот-вот ты успел забрать последнее, да, больше их не будет, завод встанет. А потом так и будет, что каждый месяц по 5-10 машин всем подвозят и потихоньку-потихоньку продают с космическими наценками. И все, как говорится, в кавычках, довольны. Здесь сложно говорить, потому что прямо вот официальной информации, реальной, достоверной, что происходит внутри, никто сказать не может. В начале апреля я вам рассказывал, что у менеджеров начались голодные игры и они, естественно, не закончились. Они продолжаются, многих продолжают сокращать. В некоторых салонах было 10 менеджеров, стало 5. И постепенно, постепенно их всех подрезают, подрезают, подрезают. Это действительно так. Всегда читаю ваши комментарии, знаю, вижу, что многие рады, когда у дилеров нулевые продажи, потому что а, допрыгались, то вы с народа деньги собирали собаки такие, а теперь вот сидите и в том числе стул задрожал не только под менеджерами, но и в том числе под их руководителями, потому что нет продаж, значит плохо продаёшь, не справляешься. Смысл в чём? Вот глубже копаем. Я у многих спрашиваю, чего как никто ничего не думает, куда уходить. Ну, есть у некоторых намётки, но в большинстве своём многие рассчитывают на то, что всё нормализуется, всё наладится, и это пройдёт как страшный сон, что утром все проснутся, начнут читать новости, всё, завод возобновил работу, машины подвозят, там, может быть, как-то скорректировались цены, и люди на основании этого потихонечку-потихонечку пошли в салоны, пошли продажи, пошли зарабатывать денег. Но по факту мы видим обратную ситуацию, что, как я вам сказал, да, в начале, статистика это одно, а в реале всё происходит совсем по-другому. Многие в шоке, никто к этому был не готов, никто не готов перестраиваться, те, кто заранее уже подумал, кому уже надоело работать в автобизнесе, они находят другие сферы. Ну, как правило, продавец меняет работу на продавца. Соответственно, многие ушли покупать машины, перекупами стали, писали, ну, в общем, про это я вам рассказывал, сам факт того, что ситуация для менеджеров не радужная, особенно для тех, кто закредитован, и со многими, с кем общаешься, с каждым месяцем тембр голоса становится всё более и более расстроенным, тревожным, в общем, ничего хорошего они не видят. И ещё забыл добавить, вот касательно кредитов, на самом деле, после того, как упала ключевая ставка, действительно, ставки по кредитам снизились, например, сегодня уже честную ставку, внимание, подчёркиваю, она может быть 18-25%, это в среднем по всем брендам, это в среднем, называя, здесь всё индивидуально надо считать, вы скажете, ну что же, где же она снизилась 18-25%, ну так поначалу-то задирали, вообще в марте вон там 30-35%, китайцы, подчёркиваю, ребята, эти товарищи, мне кажется, сейчас потирают руки и с удовольствием сидят и смотрят на всю ситуацию, как другие автопроизводители не работают, потому что у них есть льготные кредитования, там есть и ставки и 11-9%, в общем, всё нужно вникать, не забывайте одно, что если вдруг вам пришла какая-то рассылка на телефон или где-то на сайте увидели красивую ставочку, это нужно всё рассчитывать индивидуально, на раз-два обманут, как делать нехрена, поэтому если вам сказали, вот специально у тебя 9,9%, когда всем по 20%, повод задуматься, повод как минимум посмотреть расчёты, посмотреть условия, сейчас в это углубляться не буду, если интересно, пишите, сделаем отдельный ролик, где я вам покажу реальную картину, по каким ставкам сегодня кредитуют, так, например, в июне 2022 года. Trade-in, я снимал сюжет специально, отдельный, мы ходили к официальному дилеру, площадка с автомобилями, с пробегом, кто не смотрел, посмотрите, очень интересно, и там прям живая картина о том, как буквально за месяц, полтора меняются цены, что изначально машины ваши оценивали там 3-4 миллиона, теперь оценки падают на миллион, на полтора и так далее, и это действительно так. Уже в сотый раз вам повторяю, запомните, что при сдаче автомобиля в Trade-in самое гиблое дело это рассчитывать на те цены, которые вы видите на Автору за ваш автомобиль или на Авито, им вообще нужно бы с этим начать бороться каким-то образом, и даже не думая так, что ага, если она стоит там 2 500, ну ладно, пусть там за 2 300 заберут, а потом выясняют, что вашу машину оценивают на миллион 200, миллион 300. Как так? Низкая цена. Ребята, дураков нету, это бизнес, а в бизнесе главное что? Бабки-бабки и еще раз бабки. Тем не менее, как показала практика, многие дилеры, а в частности менеджеры, отделов Trade-in, как бы так корректно сказать, по жопе должны получить хорошенько, потому что машины они понапокупали, поназабирали по завышенным ценам в марте, а сейчас сидят, смотрят на них и не понимают, кому бы их продать хотя бы по той же самой цене, по которой они их купили. И то же самое касается выкупа. Приезжайте, быстренько купим ваш автомобиль, некоторые вообще перестали выкупать автомобили, потому что ставить их уже некуда, а их никто не покупает. Вот такое дело происходит. Значит, сюда же, да, общий прогноз, что будет. Ну, проговорили в этом сюжете, что скорее всего к концу года мы увидим более плачевную ситуацию, нежели чем сейчас. Тем более, все равно погода имеет свое значение, лето, многие уезжают на дачи, кое-как солнышко сглаживает, вот когда начнется опадать листья, дожди, холодно-голодно, вот это будет действительно жопа. Таким образом, мы с вами подводим общую картину того, что происходит на период мая 2022 года, на середину мая на авторынке новых автомобилей. Мы потихонечку скатываемся, скатываемся в самый низ. Ряд дилеров продолжает свое закрытие, продолжаются сокращения, продажи просто тфу, плевые. Те, кто продал чуть больше, чем обычно, уже счастливы, поэтому чего-то радужного такого, чтобы встретить дилеров, которые перевыполнили план, да я таких вообще не знаю, это, наверное, 1% из 100 может быть, и то, опять же, когда план сильно урезали, можно же сказать, план 10 машин, продал 12, уже круто, хотя раньше продавали по 120 машин. И вот такая картина происходит. Что будет дальше, покажет время. Следующий выпуск подобный мы сделаем либо в конце мая, либо в начале июня, как только соберется актуальная и полезная информация, и я с удовольствием вам в таком же формате ее донесу. Не забывайте, что у этого выпуска был шикарный спонсор, ссылка на который ждет вас в описании. Также ссылочка ждет на телеграм-канал, реально полезно. Залетайте, смотрите. Как говорится, отписаться вы всегда успеете, а подписаться это два клика, ссылочка активная ждет вас в первом закрепленном комментарии. Не добавить, не убавить. До новых встреч всем. Пока-пока.